Здравствуйте, уважаемые зрители Уллправда ТВ! Сегодня мы обсуждаем в нашей новой программе День Святого Валентина. Василий Дронов будет мне рассказывать, приводить факты и дискутировать по теме. Здравствуйте! Ну, теперь рассказывайте, как вы относитесь к этому прозападному празднику? Ну, должен вам сказать, что Святой Валентин жил в 3 веке нашей эры, то есть по некоторым данным он был казнен римскими властями либо в 269, либо в 270 годах, поэтому все, что до церковного раскола, в общем, это православие. Поэтому нельзя сказать, что это какой-то чужеродный праздник. Другое дело, что одно дело вот сам повод праздника, а другое дело всякая коммерческая мода им сопровождающая. Мода, конечно, это перебор. Современное духовенство, ну, от федералов, из Москвы считает, что это фейк, а не праздник. Цитата. Такого нет ни у православных, ни у католиков. На самом деле, 14 февраля день памяти святого мученика Трифона. Почему такая несостыковка? Почему несостыковка? Ну, во-первых, смотрите, святой Валентин, это, скорее всего, по житийному канону собирательный образ трех святых, живших во 2 или 3 веке. Такое бывает, вот как с нашим Николаем Чудотворцем. Это смешение житий Николая, жившего в 3 веке и в 6. Поэтому каких-то здесь богословских проблем я не вижу. С празднованием, ну, скорее всего, есть агеографические, то есть жизнеописание святых, данные, что, возможно, святой Валентин празднуется нами 30 июля. Валентин Интерамский. Вот это, может быть, прямая аналогия. Поэтому говорить, что это, опять же, какой-то западный фейк, ну, я считаю, преждевременно. Если исследовать исторические документальные тексты, то они как раз говорят об обратном. Другое дело, что вокруг всякого известного святого очень много разных мифов, сказок, фантазий, сплетен. Ну, гадают люди по Библии. Ну, это же не повод того, чтобы Библию изъять. Ну, гадают там на крещение. Ну, что ж, при крещении запретим. Я считаю, не повод. Мне интересно, почему такая путаница по поводу Валентинов? Почему-то по поводу других святых, одноименных, никакой путаницы нет. Есть и терруарность, так скажем, откуда они, какие у них там были жития. А здесь почему-то так все размыто. С чем это связано, может быть? Это связано с тем, что вообще ранняя церковная история очень слабо документирована. Ну, то есть у нас первый церковный историк, который более-менее систематизировал историю христианской церкви с 1 века до 3-го, это Евсей Викисарийский, епископ Константинополя 4 века. Во многом он опирался, конечно, на какие-то свидетельства устные, на какие-то письменные памятники, что требовало проверки. Второй момент. Никаких документальных свидетельств, в общем-то, римские власти тоже нам особо не оставили о христианах. У нас даже нет протоколов в допросах святых, канонизированных мучеников, которые впоследствии были осуждены на смерть. Поэтому такая путаница первых веков христианства, это нехорошо и неплохо, к сожалению, историческая данность. Мы с ней работаем. Поэтому святой Валентин не исключение. Причем я даже обратил ваше внимание, что в 1169 году католическая церковь по папскому распоряжению изъяла день святого Валентина из общецерковных дней почитания. То есть оставили местно чтимую. Вот он в городе Терни, современный итальянский город Терни, раньше назывался это римская крепость Интерам. Вот там он почитается как епископ. Хотя, например, мы пишем, святой Валентин, возможно, был пресвитером. То есть пресвитером старший священник. То есть святитель, святой епископ. Священно-мученик это священник-мученик. То есть даже здесь с титулованием непонятно. Поэтому католики, в общем-то, как трезвые, грамотные люди, они сказали, ну, вы знаете, вот у нас нет данных, подробностей, поэтому давайте, вот, чтобы не было лишних спекуляций, изымем из общецерковного почитания. Это не умаляет его народного почитания, кстати. Ну, то есть там, где это все уже в культуре, там проблем не возникает, например, в отличие от нас. Я, на самом деле, выдвигаю версию такую, почему наши церковники не любят этот праздник. Потому что он отмечается накануне Сретения Господня. И, видимо, это неприятно, то, что культура смешивается и отвлекается внимание общества, наверное, поэтому тоже, да? Я думаю так. Вот, вы знаете, есть мода. Мода бывает не только на одежду, мода бывает на какую-то интеллектуальную идею, на какой-то праздник, книгу автора. Вспомните, как зачитывали с Чингизом Айтматом в 70-х годах. Почитайте сейчас. Ну, хорошо, хорошо, там буранный полустанок, нормально. Что тут такого? Поэтому, скорее всего, церковь уступает в лице иерархов против моды, нездоровой моды на всякий вот антураж, связанный с ним. Ну и к тому же мощный информационный поток, что святому Валентину там приписывают чуть ли не благословление гомосексуальных браков в Римской империи. Там какие-то саботаж призыва на воинскую службу легионеров при императоре Клавдии и прочее, прочее, прочее. То есть при Клавдии II, получается, две версии у нас. Либо он женил легионеров с их возлюбленными, ну, с женщинами. Клавдий был против, потому что женатый солдат, он на войне не думает, он думает о любви. А есть версия такая, что легионеров, простите, женил на легионерах, на коллегах мужского пола. И вот это, конечно, вызвало большой общественный резонанс. Вот могло ли такое быть? Или все-таки не венчали тогда? Вот давайте разбирать факты. Третий век. Церковь христианская гонимая. Если бы даже было таинство венчания, либо какой-то чин бракосочетания, подумайте, гонимая, запрещенная законом церковь и ее таинство, они для официальных властей какую-то юридическую силу имеют? Да никакой. Вообще никакой. Это первое. Второе. Чин венчания как таинство в третьем, четвертом и даже начале пятого века в нашем церковно-каноническом понимании просто не существовало. Чина, венчания не было. Поэтому вот где-то в 14 веке был издан такой интересный сборник, называется «Золотая легенда. Такие жизни и описания святых». Поскольку это средневековый трактат, там написали мифы, сказки, фантазии, вот все, что народная молва о каком-либо святом распространяла, туда вошло. Поэтому, скорее всего, такие представления тоже средневековые. Но по факту исторических, ну, такого в принципе не могло быть. Гомосексуальные браки. Ну, вот посмотрите римское право. Это очень личностно и семьецентричное право. Конечно, там были отклонения, как в любом обществе. Но вот так, чтобы гомосексуализм он как-то документировался, одобрялся, либо запрещался, такого нет. Вот личный пример от Греции. Исторический факт, что, например, священный отряд города Фив составлял из 150 пар гомосексуалистов. И этот отряд, опытнейших воинов, он геройски погиб в битве при Хиронее, когда войска Александра Македонского принуждали к союзу греческие полисы. Вот в Римской империи таких фактов неизвестно. Поэтому вот эта вот чистая придумка разбивается элементарной исторической логикой. Версия спорная, потому что римское общество тогда, во времена Клавдия, оно было и консервативным, потому что уже был определенный строй, и было так же, как и всегда. Но какие могли быть, например, обязательства у легионеров, например, совместно нажитое имущество, нужно ли было им венчание? В принципе, нет. Дело в том, что если понимать специфику римских легионов, то это служба 20-летняя. И по большому счету легионер, таскающий с собой семью, а он где мог ее разместить? В лагере. Легионы жили военными лагерями. То есть вообще там что-то как-то устроить, семейный быт, было очень проблематично. Тем более каким-то препятствием для воинской службы это не было. Просто дело в том, что легионеры были добровольные, большинство набора, люди шли очень мотивированные, не только деньгами, свободные граждане. Поэтому они делали сознательный выбор в пользу службы и карьеры. И поэтому любые вот такие семейные отношения, они были просто неуместны по логике их жизни. К тому же, ну вот святой Валентин, все-таки христианский, хорошо, либо епископ, либо пресвитер. Ну, христианская заповедь, мужеложники Царства Божия не наследуют. Чтобы пресвитер или епископ христианской церкви вот так нарушал Писание, это вообще отлучение от церкви или запрет служения, это вот автоматически. Поэтому здесь даже по богословской логике это быть не может. Это же более поздняя придумка. То есть вы думаете, что он был не вхож в эту тему однополых браков? Нет, по той простой причине, что у нас нет исторических фактов, которые подтверждают или либо опровергают. У нас очень мало о нем данных. Но опять же, мы берем богословскую логику церкви, логику богослужебного обряда, вот это просто выбивается, это невероятно. Сейчас, ну, некоторые консервативные люди, например, тоже они говорят, у нас же есть День Святых Петра и Февронии, зачем нам чужой праздник? И говорят, что именно вот этот день, который в июле отмечается, святых, он о любви. А вот этот День Святого Валентина почему-то о блуде. Почему такое мнение, как вы думаете, сложилось? Мнение сложилось такое, что вот День Святого Валентина вошел в российскую общественную культуру как гражданский праздник, а не церковный. То есть это 90-е годы, волна европейской моды, увлечения модой, в первую очередь, североамериканской и западноевропейской, привело к тому, что праздник у нас появился, как светская такая, знаете, красивая тусовка. Ну, что плохого, мило дарить друг другу сердечки у влюбленных? Ну, ничего плохого нет. Но такая вот аллергия традиционного сознания, предубеждения, все, что с Запада нужно, в общем-то, внимательно к этому относиться, привело к тому, что День Святого Валентина стал рядом у священнослужителей восприниматься как негативное явление. Опять же, это не общецерковное мнение. Могу опровергнуть. То есть, в 2003 году, по-моему, в январе, епископ города Терни торжественно передал митрополиту Алексию частицу мощей Святого Валентина. По-моему, палец в раке. И с того времени, с 2003 года, частица мощей Святого Валентина хранится в Храме Христа Спасителя. То есть, она доступна для почитания верующих. Поэтому говорить о том, что это не наш святой, ну, вот нет. К тому же, я так немножко небольшой исследование провел. Можете меня, телезрители дорогие, поправить опровергнуть в комментариях, но, по-моему, в нашей симбирской епархии, Благовещенском храме, в 2006 году, впервые был отслужен молебен об умножении любви и святителю Трифону, и святому Валентину. По-моему, отец Алексей Селезнёк служил, насколько я помню. Поэтому наша Ульяновская область славная здесь была, по-моему, передовой. Это был прецедент очень такой серьёзный. И покойным митрополитом Проклам это никак не осудилось. Даже наоборот, с благословения Благочинного это не частная инициатива отца Алексея, а, в общем-то, каноническое церковное мероприятие. То есть, всё-таки, переосмысление какое-то у нас на Симбирской земле бывает, да? Да, я думаю... Уже по таким темам. Главное, добродетель монаха, как говорит преподобный Антоний Великий в IV веке, это рассудительность, трезвость. Любая идея, которая к тебе приходит, ну, трезво рассуди. Потом уже выноси суждение. Они не поспешны. Всё, что с Запада плохо, всё, что наше хорошо. Вот. А насчёт Петра и Феврония, я думаю, нужна отдельная передача. Потому что инициатива этого праздника это вообще исходит от... В 2008 году исходила... И легенда там интересная. Там легенд. Есть одно каноническое житие и минимум шесть народных повестей. Вот. Инициатива исходила, по-моему, от супруги Дмитрия Анатольевича Медведева, Светланы. То есть, это она, как руководитель фонда, выступила с инициативой «Давайте введём вот такой семейный праздник». Инициативу поддержали. Он жена президента. Хорошая инициатива. Но могу вам сказать, если вы посмотрите каноническое житие, доступное в сети интернет, никакой там любви нет. В общем, вместе вмолились, вместе спасались, благочестиво жили, умерли в один день. А вот народные версии житии, вот там пошли такие интриги. Я читала народные версии. Во! Поэтому я думаю, что... Поэтому я сказала, что легенда интересная. Интересная. Заслужит отдельного разговора и разбора. Василий, вот вы недавно сказали про подарки Валентинки. Ну, это правда очень мило. Открыточки, плюшевые игрушки, тортики. Я пообщалась с коммерсантами, знакомыми. В день Святого Валентина и за пару дней до действительно возрастают продажи. Например, торт в форме сердечка, торт мороженый или с модными начинками, которые там с сырным кремом, там очень вкусным, стоит в районе 3000 рублей. Это ульяновский. То есть мастерица, которая делает торты на заказ, она три торта в месяц продает на дни рождения детишек, может быть, какой-нибудь дорогущий, свадебный. А на день Святого Валентина 30 тортов по 3000. Она говорит, слава богу, есть этот добрый праздник. То есть коммерсанты очень рады этому празднику. Те, кто исполняет там что-то на заказ, какие-то штучки модные, сумочки, кошельки, тоже у них очень вырастают продажи. Конечно же, белье, подтяжки, чулки тоже хорошо распродаются перед этим праздником. То есть больше кто всего радуется? Бизнесмены. Бизнесмены, продавцы, дельцы. Я вас знаете, как поправлю еще? Не менее радуются те люди, которые покупают такие подарки и дарят своим любимым. Я думаю, они радуются все-таки больше. А, ну, я вас такой секрет сообщу, а еще на Пасху растет продажа яиц и куличей. Да ладно. В разы, да. А представляете, на Рождество просто ставят там продажи детских подарков. Ну, вы знаете, у нас рыночная экономика. Что такое рыночная экономика? Свободное движение товаров и услуг. Все же, что люди готовы платить деньги, в общем, становится товаром. Деньги, идеи, мысли, праздники. Поэтому ничего удивительного. Мы только порадоваться за наших земляков, которые среди наших тяжелых будней все-таки находят время хотя бы вспомнить, что вот есть день влюбленных, и даже если ты в браке много лет, влюбленность у тебя никуда не делась. А наша молодежь? Понимаете? Если просто запрещать, бить по рукам, ну и что хорошего? По-моему, лишний повод поговорить с нашей молодежью. Если священник даже в частной инициативе разместит объявление в соцсетях, приглашаем влюбленных юношей и девушек помолиться об умножении любви, и батюшка с ними проведет беседу, объяснит, что такое блуд, а что такое любовь, я думаю, это будет гораздо полезнее, чем просто запрещать анафематствовать и прочее. Хороший повод поговорить. Ну, конечно. А как можно вообще запретить влюбляться? Кто мы будем без любви? Ну вот мы и обсудили этот западный праздник, который к нам пришел, ну, сравнительно недавно. Спасибо вам, Василий Дронов. С вами была Виктория Черкова. До новых встреч в эфире. До свидания. Да любите друг друга.